С чувством глубокого одобрения выслушал я сегодня речь президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Не Дмитрия Медведева, а Дмитрия Анатольевича, потому что мы с уважением отношусь теперь к этому мужику, который признал все ошибки существующие, нашел пути их исправления и сказал нам, что, извините, все-таки будет не очень хорошо в ближайшие 5, может быть, 10 лет. Это правда. И это очень хорошо, что мы знаем правду. Но зная правду, проще жить, тем более имея в вас, дорогие мои телезрители, в качестве основного аргумента. Ибо если бы этого аргумента у меня не было, я бы не смог сделать себе по взаимозачету ремонт в трехкомнатной квартире. За это вам огромное спасибо. И теперь я обязан просто для вас служить и вам помогать жить. Жить дешевле, грамотнее и разумнее. Так вот, как жить, когда вокруг вас окружают в большом количестве некомпетентные товарищи? Это я про оценщиков и страховщиков. Дело в том, что часто так получается, что когда что-то случилось с вашим автомобилем, приезжает независимый комиссар, а затем и оценщик, и начинает искать интересное животное, которое живет в тундре. Животное называется писец. После того, как он нашел этого животное, у вас сразу же паника. Как же так? Ваша машина попала на большие деньги. Так ли это или нет? Вот для этого лучше все-таки узнать мнение профессионала. Профессионала, который, если и не спит с этими автомобилями, то где-то рядом. Я боюсь утверждать, но количество установленных автомобилей таково, что этому количеству позавидуют прежние советские станции. Про дилеров я не говорю. Учитывая текучку кадров и низкие зарплаты, говорить о качестве там вообще не приходится. Да и сам я люблю железки гнуть, клеить, варить и паять. То есть меня телевизионным лохом назвать-то трудно. Правда, времени на все это ввиду кризиса не хватает. Главное понять принцип. Все, что сделано, либо сломано руками человека, может быть ими же и восстановлено. Важно не переплачивать за понты, а найти те самые ручки. У вас хорошая шапочка стильная. Вот мы любители активного отдыха, ну и рыбалки в том числе. Я вот любитель охоты. Но вот животное под названием писец, оно в наших уральских лесах не водится. Это туда, заполярный круг. Но однако, часто такое случается, что вот человек ударился, да, приезжает независимый комиссар и оценщик, и вот говорит, ой, вот это животное пробежало. Это аналогия того слова, которое обычно используется, чтобы было всем понятно. Так или страшен черт, как его молюют? То есть вот если, допустим, ДТП крупное или не крупное, часто вот такой лист из областных частей я вижу. И что, это все необходимо менять? Ну, как правило, нет. То есть те компании, которые оценку производят, они же там, я так понимаю, процент идет с общей суммы запчастей, вот, и записывают все подряд. И бывают моменты, когда там, ну, царапины элементарные, там, на детали, ее можно просто выпрямить, покрасить и сделать, а уже пишут замену. Так же там на деталях ходовой, там буквально элементарно царапина на рычаге, ее пишут на замену. Поэтому я не думаю, что все подряд нужно менять. Я с уважением отношусь к деятельности таких товарищей все-таки правильно. Иногда надо нагружать страховые и все остальное. Зачем же тогда они грузят водителя? Или это вот общая тенденция, чуть-чуть немножко врать хронически? Ну, точно я не могу сказать. Скорее всего, просто они сотрудничают с компаниями, которые ремонтируют впоследствии эти автомобили. И, соответственно, там уже перекачивание денег из одного места в другое происходит. И часто в виновник попадает, получается, так ведь? Ну, естественно, не всегда же страховая выплата достаточная, чтобы оплатить все. На некоторых автомобилях дорогих, пусть даже небольшая авария, но сами запчасти дорогие, стоимость может переплюнуть выплату. Вы делаете практически все. Иногда делаете то, чего другие не делают. То есть, ну, с фантазией подходите. Не проще ли и неграмотнее ли вам позвонить? Тем более, ну, насколько я знаю, что это вы меценат. Приедете, просто расскажете. И человек, может быть, успокоится? И не будет так вот в шоковом состоянии совершать необдуманные поступки? Ну, право выбора всегда остается за вами. Так, конечно, рекомендую обращаться к нам. То есть, мы за оценку денег не берем. То есть, я всегда порекомендую, как там лучше обойтись в этой ситуации. Бывают случаи, что мы радиаторы ставим, наши отечественные, наверное, марки, как бы все подходит. Бывают какие-то электронные части, тот же вентилятор охлаждения, чтобы его не покупать за баснословные деньги, он там стоит буквально меньше тысячи рублей. Можно все это приделать, приладить, все это работает нормально. А еще, мне кажется, что вы пошли по наиболее честному пути развития. То есть, вот свое, да, пускай это не евро, шмевро, пускай это не три этажа, зато и денег это не три этажа. Это да. То есть, у нас маленькое помещение, комфортненькое. Нам главное, чтобы было тепло, потому что красить, работать удобно в тепле. Когда огромное помещение, то есть, его и отопить очень дорого, содержать дорого, освещать дорого. Поэтому я вот пошел по пути, чтобы покомпактнее надо быть. И с вашего позволения, я все-таки телефончик ваш личный дам. Можно? Конечно, да. И обещанный телефонный номер. В общем, достаточно простой и понятный. И от себя добавлю. Все те клиенты, которых я поставляю Павлу, довольны. Они реально экономят сумму от десятков тысяч рублей и выше. Да и уж, раз я взялся отрабатывать ваше доверие, то можете позвонить и мне, если Павел недоступен. Навыков сбить, спеть со страховщиков и вернуть на место закаканные мозги хватает. А мой телефон вы увидите, как всегда, в финальных титрах программы. Ну вот они, хронические проблемы. Российские, да? Дураки, дороги и два животных. Ну, с дураками, которые умудряются бюджетные средства себе в карман тырить. Наш президент обещал разобраться, устроив им ротацию дороги. Кстати, в Магнитогорске дороги очень хорошие. Дело в том, что страна очень большая, поэтому всех дорог и не построишь. Ну, в ближайшие 50 лет-то, то есть не судьба. Может, летать научимся. Вот. Хроническая проблема под названием олень. Вот она такая появилась, но это только свойственно было постсоветскому пространству. То есть, ну, люди привыкли ничего не делать, получать зарплату. Но, извините, либо работать надо, либо этот, либо не работать. Вот. Если работать, то получите деньги. Дальше. Вот это самое хитрое животное – песец. Еще раз напоминаю. Если вам кто-то это животное напаривает, лучше, во-первых, развернитесь. И, во-вторых, голову включите. Дело в том, что паниковать никогда не надо. Мы вот с Павлом Базаром вам объяснили, что если вы попали в неприятную ситуацию, проще позвонить по телефону. Еще проще – приехать сюда на Суриково-11. Доехать просто. Поднимаетесь до водонапорной башни по Комсомольской и налево. По хорошему вот этому асфальту приезжаете. Понятно, где этот недорогой сервис, где действительно делают машины. Ну и последняя моя рекомендация – это уже как бы в свете того, что я просто обязан вам довести до сведения, что все свои автомобили сейчас я делаю только здесь. Больше, извините, никому не доверяю. А теперь делайте свой вывод, основываясь на моем опыте. Продолжение следует...